Всё, я на месте. Начал запись, наконец-то. Мы можем поучаствовать. Так, всем привет! Вы видите и слышите Альбертыча, Стефаныча. Многие волновались. Мне, кстати, писали, что так долго не выходите, не забрали ли там Стефаныча, не сидит ли он. Вот как видите, вот сидит он сверху, в общем-то, пришёл записываться. У вас ещё так получилось, что прошлый наш выпуск забанили за использование чужих видеоматериалов, поэтому вы нас, собственно, три недели не видели, не слышали. Была откровенная, честная программа, а прошлая, кто успел её увидеть, возможно. Она была просто прекрасна. Забанили за использование взрослых фильмов, которые мы использовали, голландских, немецких, 60-х годов, классики. Она была настолько честная и откровенная, что просто возмущённые люди, которые успели её посмотреть, писали в YouTube письма, отсылали телеграммы. Её просто убрали вообще с YouTube, с эфиров, стёрли, растоптали ногами, как и всё правдивое и настоящее в этом мире. Но мы продолжаем бороться. Мы по-прежнему в эфире. Специально для вас, Альбертович и Стефаныч, продолжают клеветать. Ты знаешь, я думаю, что я всё-таки перевыпущу её, знаешь, просто вырезу оттуда и что-нибудь выложу. Просто хорошее. Мне нравилось. Хорошо, это будет архивы, да. Давай вот начнём с такой, по-моему, важной новости, которая... Вот обычно такие мелочи пропускаются, потому что это же не политика, ничего. Шотландия первой в мире приняла закон, который обязывает бесплатно предоставлять прокладки и тампоны в общественных местах. Автор закона назвал это шансом покончить с менструальной бедностью. Это явление существует и развивающихся, и в развитых странах. Активисты борются с ним, обучая женщин делать прокладки самостоятельно и добиваясь отмены налога на тампоны. Действительно, то есть это вещь, по-моему, которая ухудшает жизнь половины человечества, которая происходит всегда, она будет и есть. И почему кто-то должен страдать от этого, а у кого-то есть возможности это использовать. Это вот действительно движение для того, чтобы сделать жизнь человека лучше, в данном случае женщины. Это как интернет должен быть бесплатным, доступ во всемирную сеть. Как какие-то продукты должны быть бесплатные, по-хорошему, для того, кто хочет их употреблять. Вода! Да, вода. Самое главное, действительно, что, как я забыл про воду. Так и это у женщин, извините, каждый месяц вот такое происходит. И когда у людей нету возможности купить необходимые гигиенические вещи, и из-за этого вот менструальная бедность, действительно, хорошее слово. Вот Шотландия идет по очень хорошему пути, по-правильному. Согласен, обязательно. Вот смотри, вот сейчас в Минске во многих организациях стоят коробочки, там лежат повязки, да? А на лицо имеется в виду. Надо рядом, чтобы, конечно, стояли и тампексы, и прокладки. Кстати, я за то, чтобы, допустим, обязательно можно было людям, которые от алкоголизма страдают или у которых абстинентный синдром, они могли спокойно еще стояла бутылка водки налить, потому что это невероятное, неимоверное обучение. Плюс еще, допустим, есть люди, страдающие от наркотической зависимости, когда у них ломки или когда негде купить. Видите, кстати, вот в Германии в некоторых местах есть места, где они могут получить заменитель наркотика, да? Для того, чтобы... Это совершенно серьезно. Это серьезно. Нет, про заменитель наркотика я согласен. Это серьезно, потому что иначе это многих толкает на преступление просто. Да, и поэтому они могут заменить. А вот насчет алкоголя почему-то вот этот момент упущен совершенно, да? Потому что что, вот отсутствие похмелки часто людей не может толкать, на мелкие кражи какие-то, воровство и так далее. То же самое. То есть поэтому человек должен получить, там, не знаю, бутылочку пива, вот, легкоалкогольный коктейль в баре, вот. Но если он, тем более, лечился от алкоголизма, у него есть специальная справка и так далее и тому подобное. Но в самом деле... Человечество всегда, ну, если, опять же, серьезно, то человечество всегда, в первую очередь, бьет по голове какая-нибудь эпидемия и чума, как стали раздавать бесплатные презервативы, когда СПИД вовсю уже бушевал на планете. Собственно, началось-то все с бесплатных презервативов. Первое, что вот из таких необходимых вещей людям раздавали, это презервативы. Хотя, казалось бы, сексом не обязательно заниматься вообще, и человек может и потерпеть. А критические дни у женщин действительно раз в месяц. И только вот Шотландия, только в 2021-20, еще 20-м, ведь мне хочется быстрее, чтобы год закончился, в 20-м году об этом подумала. Да, кстати, да, еще, допустим, смотри, что-то разлилось, сок и так далее. То есть, когда можно взять прокладку и вытереть, она очень хорошо впитывает жидкость. То есть, ее можно использовать для разных вообще целей совершенно. То есть, это такие товары вообще широкого применения. Презервативы можно надувать, как шарики, да, раскрашивать, писать на них разные призывы. То есть, вот эти товары, на самом деле, при использовании воображения своего собственного, могут приобретать невероятные формы, приносить просто людям много радости, я считаю. Да, согласен. И вот по поводу много радости. Я сейчас тебе перешлю фотографии. Я думаю, Стефаныч это не видел. Ну, в общем, Стефан еще вряд ли в курсе, что в ноябре появились видеоконсоли нового поколения. То есть, PlayStation 5 вышла и Xbox, не помню, как она называется. И стали появляться фотографии со всего мира, как у людей, где они находятся. И довольно популярной стала фотография, как потом выяснилось, из Барановичей. Это белорусский город. Я сейчас Стефану еще просто перешлю это в Facebook, в Messenger, чтобы он посмотрел, потому что, как бы, это и есть тема нашего следующего обсуждения. Я еще у себя даже на канале это постил, и народ мне говорил, не надо чужие деньги считать. Вот это вот все. Так, фоточки отправил. Да, кстати, мне ребенок уже про PlayStation говорил, кстати. Намекал, да, типа. Ну, он говорил, ты знаешь, старик, что вот он вышел, как бы неплохо взглянуть. А тут рядом, недалеко от моей работы, как оказалось, в таком... Раздают PlayStation. Да, в очень уютном помещении раздают PlayStation, и там чинят их, и так далее, и тому подобное, сразу, одновременно. Вот, да, я посмотрел эти фотографии. Вот, значит, и я показываю эту фотографию в нашем выпуске. Надеюсь, за этот наш выпуск не забанят человек из Барановичей. Тут видно, что, да, перед телевизором видите, какая комната, и как, собственно, все это выглядит. Выяснилось... Да, кстати, обрати внимание, в Беларуси приблизительно в таком состоянии комнаты, в домах, они стоят приблизительно немножко дороже, чуть дороже, чем PlayStation. Да. То есть можно купить вот такое помещение за цену PlayStation. Кстати, мне напомнило одну историю, на самом деле. Мужчины, они жутко увлекаются игрушками. Вот сколько бы мужчине не было лет, 70-50, если ему нужна игрушка, если он вот как бы жаждет, вожделеет ее получить, он ее получает. Причем часто, так сказать, не просто поправ какие-то законы морали, нравственности, наплевав на отношения с близкими, такое очень часто... Фигаты Стефаныч, это как-то так, мужчин вообще, типа, прям поправ законы морали за игрушкой тянется. Какие ты законы морали попирал, и за какой ты игрушкой тянулся при этом? А ты знаешь, это лежит еще в раннем и дошкольном детстве, эта проблема. Если мальчика или ребенку не давать какие-то игрушки, либо запрещать их покупать, обрати внимание, 90% коррекционеров начинают коррекционировать, потому что их родители из-за бедности или по каким-то другим причинам запрещали им покупать игрушки определенные. Более того, есть дети, которые в будущем, будучи уже подростками и взрослыми людьми, из-за этих запретов выбирают профессию. Совершенно шокирующее интервью в одном из документальных фильмов спецназовца американского, который психически травмирован, был ранен в Афганистане, пулеметчика, который родился и вырос в семье хиппи американских, его родители запрещали ему покупать военные игрушки. Вот он, собственно, записался, поступил в американскую армию, и вот он поиграл так, что, в общем-то, он остался инвалидом на всю жизнь. Это страшная история. Так, возвращаясь к менее страшным историям, один знакомец, он хотел очень хай-энд аппаратуру. Это есть такое оборудование, там даже золотые какие-то провода, я не буду описывать, он очень долго это рассказывал, специальные, там, не знаю, на каких-то иголочках усилители, там вертушечки, чтобы там вот это устанавливается на пол, там на специальные покрытия какие-то. Короче, сложная история. Вот, он поехал на заработки, поехал на заработки в одну из западных стран, даже в нескольких, он был там в Голландии, Германии. Короче, скопил он денег, а жена, там, дети, они очень наивно надеялись, что он, когда вернется, он привезет эти деньги, они там, не знаю, купят какие-то там, не знаю, там, стиральные машины, автомобили и бог знает что. Ну, чушь всякую бытовую ненужную, да. Да, а он не просто хотел, он хотел взять, вот купить это оборудование, и не просто вот его купить и поставить, да, там, что-то слушать. Он хотел слушать какую-то, не знаю, пластинку группы Led Zeppelin, да. Я, честно, не очень хорошо к коррективу отношусь, но я понимаю, это плохой вкус, все там слушатели на меня обидят, обрушатся, скажут, Стефаныч любит Led Zeppelin, ах ты негодяй, и так далее. Ну, есть команды, которые, она гениальная. Да не оправдывайся, все, на себя уже крест поставили, в общем. Да, и вот он, да, он купил это все дело, короче, упаковал, и тогда еще поезд ходил с Берлина в Минск. Вот, он сейчас ходит, но тогда был прямой. Он приехал, все это дело выгрузил на вокзале, все это так поставил, погладил рукой. Там это стоило очень-очень дорого, здесь это вообще бы стоило невероятных денег. И вдруг он понимает, что, блин, он вообще, первое, потратил все бабки, и второе, он ни жене, ни детям не купил вообще никакого подарка. И вот он понимает, что через три минуты... А они идут встречать его, да, на этот вокзал. Они придут, им надо что-то. А тогда были, да, и они есть, ларьки такие, знаешь, на вокзале. Он бросился в ларек, купил детям связку бананов. И жене какие-то там были чулки, знаешь, вот такие, которые просто продаются какие-то товары. И он купил чулки, и они довольны, говорят, папа, там тебя не было два года, мы тебя встретили, как мы рады тебя видеть, что ты привез? И они смотрят, стоят тут эти коробочки сложенные, там написано усилитель, эквалайзер. Они говорят, а что ты нам привез? Он так типа от души говорит, вот тебе эти бананы, тебе чулки. И когда наутро он проснулся, и одного моего друга, говорит, придем, позвонил, говорит, приходи слушать пластинку, ты оборудование привез. Когда уже друг пришел, в семье не было. То есть они все ушли просто. И он говорит, да хрен с ними, говорит, я вот всю жизнь хотел эти послушать, вот на этом хэн-то оборудовании, там, свинила, спирменного. И он говорит, а где жена? Говорит, тут дети, я их вчера видел, тут на речной площадке, сосед его, да, там, этот радиоведущий. Он говорит, а их нету, они уже уехали. Собственно, съехали с квартиры. Поэтому ты когда показал эту приставку, да, в таком окружении, то есть тема мне понятна, понимаешь? Вот она не новая для Беларуси, для новой страны, когда человеку что-то запрещали, или вот очень чего-то хотел, вот хотел этот PlayStation. Вот та же с айфонами, да, история, когда люди в каких-то палатках ждут, спят ночью, да, чтобы получить там очередной какой-то там телефон, который, при этом у них уже есть айфон, да, другой марки. Вот это из этой же, да, и сколько таких людей. Ну, сейчас хорошо они не стоят в очередях, может, и по интернету заказать, тебе домой привезут. Но всё равно. Да, в данном случае история, вот эту фотографию выложил человек, я так понимаю, племянник вот этого человека, и он написал, вот об этом человеке, он пишет, что это инвалид второй группы, проблемы с психикой. Тем более его никто не воспитывал. Сейчас из реальных родственников у него один я, остальные только им пользуются. Поэтому у него поведение ребёнка, он капризный, ленивый, вообще за собой не следит. При этом в комментариях он отмечает, что в отрыве от внешнего вида квартиры дядя относительно неплохо живёт и счастлив, но на просьбу привезти дом в порядок реагирует агрессивно. Я по этому поводу просто, опять же, тоже у себя сделал пост и написал, как вот в Барановичах можно быть инвалидом второй группы по психике и тем не менее иметь средства на покупку современной консоли. Очень, я бы сказал, большинство взрослых людей в Беларуси не могут заработать. То есть мне там написали, да, но она стоит где-то 500 долларов, я так понимаю, где-то в районе этого. И там 400, 500. Рассказывать тебе это легко делается. Я тебе могу рассказать. Понимаешь, первое, то, что когда люди говорят инвалид, безумный, на самом деле безумный человек, он безумен не во всём. Да, если считают, что безумные стоят, не знаю, в психбольнице очередями, нифига подобного. На самом деле они прекрасно понимают, что с тебе что-то не то, и они могут манипулировать окружающими, социумом, для того, чтобы добиться своих целей. Как можно, рассказываю, смотри, есть организации различные, благотворительные, которые помогают инвалидам продуктами, одеждой и так далее. Вот смотри, судя по гардеробу этого товарища, такую одежду получить в благотворительных организациях расплюнуть. Её просто приходишь, меряешь, если ты инвалид, ты её получаешь бесплатно. То есть смотри, вопрос с одеждой снят. Дальше. Инвалид получает каждый месяц пенсии. Подожди, это реально в Беларуси дают одежду инвалидам, да? Да. Это реально? Реально, реально. При церквях, при костелах мы с женой иногда вот... Ну ладно, это наше дело. Мы отдаём ту одежду, обувь очень хорошего качества. Мы отдаём для таких людей. То есть мы не лично отдаём, мы оставляем в костёле и им передают. Я могу ещё параллель провести. Здесь тоже такая фигня есть, но это прям на очень многих плазах называется Goodwill, организация Goodwill, ну то есть Добрая Воля. Туда привозишь одежду, но прикол в том, что тут тебе дают квиточек, что это пожертвовал на благотворительность, и ты потом имеешь право на сниженные налоги с этим квиточком. Ой, ну слушай, это уже продажа. Это торг, ну как бы, на мой взгляд, если ты это сделал, это твоё личное дело. Так ты можешь не брать этот квиточек и всё? И не снижать всё? Согласен, согласен. Можешь не брать, так сказать. Тем более, кстати, американцы очень много любят жертвовать. Это разные организации, это действительно. Да, это так и есть, да. Это, ладно, второе дальше. Что я рассказываю, как в Барановичах накопить... Как жить, да, как накопить на приставку. Да, очень дешёвая оплата жилья в Беларуси. Это известно, да? Плюс, честно сказать, у нас очень много людей, кто вообще коммуналку не платит. И если там придут, скажут, там какие-то, не знаю, местные власти доколупаются, скажут, вот вы не платили эту коммуналку, он может сказать, ну слушайте, я инвалид, человек больной и так далее. Ну, короче, можно это несколько месяцев прокатить мимо этого. Дальше. Есть места, где можно получить бесплатно пищу, да, где кормят. Это есть в Минске. Это очень добрые, хорошие люди, которые помогают бедным людям. То есть плюс, как правило, есть люди, которые много не едят. Они могут... У нас есть очень дешёвые цены на продукты, которые производит государство. Там хлеб, макароны, они очень дёшево стоят. Поэтому есть люди, если человек как бы задался целью, он может очень, так сказать, скромно питаться. Плюс как бы откладывать фактически все деньги, всю пенсию, все эти сбережения, несколько месяцев и, в общем-то, сделать подобное приобретение. Плюс к этому инвалиды, как правило, или многие люди, они ещё работают, подрабатывают сторожами. То есть работают, занимаются какой-то низкоквалифицированной работой, которая там приносит 150 долларов в месяц, которые тоже можно откладывать. Ну и, очевидно, наверное, у него ещё и коммуналка сниженная. Да, нет, ну это частый дом, смотри. В частом доме не надо платить за отопление. В частом доме, если там... Почему не надо? Подожди, мы же видим, батарея у него стоит. А, это может быть батарея, в общем-то, паровое отопление. То есть это, если частый дом, если он живёт в частом доме, это может быть отопление, которое он может сам, когда захочет, отапливать. То есть стоит котёл, и это от него зависит. Он разжёг уголь, торф и поджёг, подогрел воду. А может вообще не подогревать. Нагрываться тремя одеялами и вообще, не знаю, дрова не покупать. Правда, это чревато тем, что можно помереть от холода ночью, но это дело такое, любительское. Плюс вода, если у человека колодец, он за воду тоже не платит. Поэтому, то есть он берёт эту воду просто и так далее. То есть тут очень много... Мы не будем обсуждать весь этот бюджет, но, в общем-то, ситуация интересная. И она доказывает, если человек захочет PlayStation, он добьётся и получит свой PlayStation, чего бы это ни стоило, если это настоящий мужчина. Да, молодец, я тоже считаю. Стремился к... Это я про твоего друга. Стремился семью потерять, в общем-то. Этого и добился, я думаю. Нет, ну ты знаешь... Два года работать и ничего семье не привести, класс. Вот они, лохи, с таким мудилом жили. Да нет, ну понимаешь, да. Как не? Как не? Ну как не? Это вообще, на самом деле, в обеих ситуациях человек пествует в себе, самом, любимом, вот этот компонент ребёнка. Нет, он пествует себя просто. Не просто себя, а именно ребёнка. Хорошо. Вот ребёнка, как... Я не очень понимаю, как он из ребёнка... Что ему сделали в детстве? Ему не давали пластинки слушать? Или не покупали эту... Проигрыватель Виолу? Помнишь, такой был? Кстати, Риж, ты меня что-то вспомнил, латвийский. Были родители, допустим, у моего друга, которые, когда увидели, что у него западные записи, да, с названиями английскими, они просто поломали, он бедный покупал этих, собирал кассеты, они их просто поломали и выкинули в мусорку. Они сказали, что если ты будешь свинья слушать группу из CDC, ты станешь антикоммунистом, ты продашь советскую родину. И поскольку они были военными, то они сказали, если увидит кто-то, что у тебя такие записи, папу выгонят из партии и как бы разжалуют его в лейтенанта и отправят на кушку служить. То есть они просто вообще уничтожили его, растоптали. И ты представь, этот человек доживает там до 18 лет и так потирает руки, хопа, вот этот момент. Хорошо, а фига тогда страдала его семья, а не пошел, сдал родителей в дом престарелых, продал их квартиру и купил себе. А ты знаешь, неизвестно, что с этими людьми было, и что с родителями, как он к ним потом относился, кстати. Я вот этого не знаю. История еще продолжается. Это люди, которым где-то под 50 лет, и вот этот момент, о котором ты сказал, как помогать родителям. У него сестра еще была совершенно благонравная советская девушка. Она, видимо, будет соблюдать, следить за родителями. А вот более старшего... Это, кстати, знаешь, типичная такая, ну, я скажу, белорусская фигня, потому что... Не, он был не из Беларуси. Он был, кстати, с Украины, но не важно. С Советского Союза, что, типа, если в семье есть мальчик и девочка, то, конечно, за родителями девочка должна остаться смотреть. А это, знаешь, это мой дед даже мне говорит... Ну, я его спрашивал, он из села Жерина, это Орловская область. У него там сколько... Ну, дофига было детей в семье. И в основном все, кстати, мальчики. Там, по-моему, только одна сестра у них была. И вот я говорю, а как ты там вот за своими папой и мамой ухаживаешь? Ну, как тебе папу Потап звали? Алексей Потапович и дедушка. Говорит, так я деньги посылал сестре, чтобы она за ними ухаживала. Говорит, а сам ты как-то там... Да нет, я же деньги посылаю, и все. То есть этого достаточно. Вот в понимании... С одной стороны, может быть, знаешь, мужчина зарабатывает деньги, все, их там посылает на содержание. Но, блин, ухаживать за стариками – это огромнейший труд, по-моему. Огромнейший просто. Ладно. Переходим к следующей новости, которая с нами пересекается, в общем, в некотором смысле. Владимир Соловьев, знаешь такого Владимира Соловьева, который... Да, я знаю, я даже нескольких Соловьевых знаю, знаю. Штуки четыре. Ну, который вот российский пропагандист, скажем так. Там кто-то пошутил, что у него программа должна «Соловьиный помет» называться. Не, ну, слушай, и пропагандоном называли. Это значит, за что я его уважаю? Что у него на берегу в Италии прекрасный дом. Я был на берегу этого озера, и скажу тебе честно, если бы за нашу лживую, пропитанную ненавистью и враньем программу нам дали... Ну, мне, по крайней мере, у тебя... Тебе дали бы там, не знаю, какой-нибудь скейтборд, ты катайся себе по Лос-Анджелесу. Дали вот такую дачу. Вот. Я бы клеветал его. Честно, там такое место хорошее. Там такой хороший климат. В этом... Там такой поселок на берегу. Там отели. Там есть два прекрасных ресторана. Там такие прекрасные вкусные оливки. Короче, весь этот раздузданный пропагандизм, безусловно, поверьте мне, друзья мои, стоит такого дома. И без всяких разговоров, скажу тебе честно. Мы, видите, мы со Стефановичем ищем, кому продаться, но никто нас не покупает. Потому что все-таки талант, он вот у других людей в плане пропагандизма. Да, и совесть мы все еще не пропили пока что. Стараемся вовсю, но все еще... Так вот. Роскомнадзор направил компании Google письмо, в котором потребовал отменить ограничения, введенные против канала Соловьев Лайф в Ютьюбе. Сам Владимир Соловьев жаловался на своем канале на то, что его видео не попадает в раздел в тренде, а подписчики не получают уведомления о новых роликах. Сообщает Дождь. Я считаю, что нам тоже с тобой надо написать письмо в Google, потому что наши видео тоже не попадают в раздел в тренде. Подписчики, наверное, все-таки получают сообщения о наших выпусках. Но очевидно, очевидно, мировая закулиса против нашей программы Альбертыч и Стефанович клевещут. Почему-то у нас не набираются миллионные просмотры, в тренды мы не попадаем, и нас не покупают. Я считаю, что это, естественно, заговор Ютьюба, Фейсбука, и, скорее всего, еще каких-то неизвестных нам сил, которые стараются просто нас зажать и не дать добраться до мирового слушателя. Я не понимаю, почему, например, никто в Индии нас не слушает, почему нас никто не слушает в Японии. Это очевидный заговор. Очевидный. Ну, ты, безусловно, эротизируешь, ты сам понимаешь, что есть компании, которые предлагают промоушен в Ютьюбе, то есть заплатил тут, не знаю. Кому ты рассказываешь? Я даже поясню для наших зрителей, что вот он говорит, что подписчикам не приходят уведомления именно о его роликах. Вот на моем другом канале, где-то у меня 150 тысяч подписчиков, тоже не приходят уведомления. Это называется «Криворукие разработчики Ютьюба». Ну, вы поймите, что это огромная платформа. На самом деле я даже, ну, по-моему, это логично, что она через жопу во многих местах работает. И ты используешь звуком и то же самое. Конечно, можно жаловаться. Ну, вот смотри, я могу сказать, ты в этом больше разбираешься. Тут, как говорится, у тебя карты в руки, баян на плечи, как по-белорусски. И вот вперед за трактор. И козу в огород. Да, всё, да. Могу сказать за музыкальные вот сайты. Расскажу историю как бы кратко, да. Вот появился, появилось это где-то полгода, год назад на многих крупных музыкальных платформах, ведущих мировых. Помимо, знаете, есть хит-парад, там понятно, кто чего купил сколько, да. Вот тупой, ясный капитализм. Вот купили тебе столько-то треков, вот как есть там американский трек-сорс, да. Вот занимал я вначале, там, не знаю, недели 34-е место там. Вот сейчас я занимаюсь 70-е. Вот купили столько треков, вот, ну, и всё на этом, да. Но некоторые платформы ввели название хайп, да. То есть это, по идее, те релизы, которыми больше люди интересуются. Типа, ну, там, песни, которые вот просто послушали из интереса, да. И вот интерес, ну, оказалось, потом, да, после долгих, там, это участвовали в этих разборках, итальянцы, немцы, там. Короче, весь мир там пытался разобраться, в чём фишка. А фишка в том, что у каждого лейбла, да, или там у артиста есть дистрибьютор. И вот у каждого дистрибьютора с этими платформами есть отдельный договор, да, специальной рекламы, специального продвижения. И вот в этот хайп, оказывается, попадали очень часто те люди, у которых был договор, да, определённым образом. Вот есть люди, у которых не высвечивается на релизе эксклюзив и не высвечивается хайп. То есть вот как бы твой дистрибьютор насчёт этого не договорился. То есть ты там есть, но тебя не продвигают с помощью вот таких штук, да. Да. Это вот способы современного маркетинга, да, способы. Это никак вообще не имеет никакого отношения к качеству, там, музыки, фильмов. Это не имеет никакого отношения к контенту. Это просто способ продвижения, современный. Причём многие люди вообще спрашивали совершенно серьёзно, там, не знаю, которым за 40 спрашивали, вот там мне задавали просто другим, просто в Фейсбуке писали, what does it mean hype? Что этого? И они как бы своё это постили, там есть где-то хайп, где-то нету. Потом это долго разбирались, потому что вот многим было непонятно вообще сам смысл этого всего. Но вот, наконец, большинство людей допёрло, да, вообще, что такое хайп, как это, собственно, распределяется и так далее. То есть это не имеет отношения к продажам, да, вот к реальному, как бы, покупкам. А это вот такой вот хитрый, интеллигентный способ. И ещё один вариант, вот вы можете, например, на нашем канале посмотреть выпуски. У нас там тысячи, ну, больше тысячи просмотров, больше тысячи просмотров, потом вдруг меньше стало, а потом опять тысяча вернулось. Знаете почему? Потому что в тех выпусках, где меньше тысячи было просмотров, мы обсуждали Нагорный Карабах. И как только это есть в теме, есть в тегах и прочее. Прекрати вообще это слово говорить. Ты вот сказал, слушай, ты что хочешь, что меньше тысячи этот просмотров? Есть в тегах, есть в названии, то Google перестаёт это видео давать. Ну, очевидно, то есть я вижу просто откуда приходят зрители. У вас есть какое-то ядро, которое вот просто смотрит все наши выпуски, это понятно. А есть, которые Google приходит, зачем-то смотрят. А есть, которые Google приводит там в рекомендованные и прочее. Хопа, обсуждаем эту тему, всё, нету в рекомендованных, Google это просто не продвигает. Можно ли считать, что Google что-то против нас делает? Нет, конечно. Но тут возникает вопрос, почему он эту тему замалчивает? Почему вот эта тема внезапно перестаёт, Google не её педалирует? Ну, просто вот её убирает, получается, из выдачи. То есть я вот понимаю, что в YouTube тема этого конфликта как будто табу становится. Поэтому и с Соловьёвом то же самое. Я уверен, что никто против него специально там, о, Соловьёв, давайте его видео топить. У него, очевидно, есть какие-то темы, которые в Google вот такой цензурой являются. Ну, тут вопрос с цензурой, конечно. Я тотально против цензуры. Понятно, что любые темы, я в моём представлении, любые темы должны обсуждаться. И сами зрители, что ли, вот там лайками, дизлайками и прочим должны это регулировать, а не вот эти социальные сети, где это есть. Но проблема в том, знаете, у нас проблема в том, что подают в суд почему-то на социальные сети, где это публикуется, а не на людей, которые это написали. Вот в чём дело. Поэтому и они начинают заниматься вот этой самоцензурой, к сожалению. Ну, ты уже, слушай, ты уже на этот выпуск тоже насвистел. И коробах, ты ещё... Да, ты ещё вынеси в титры. И люди вообще тогда... Да, людей программа будет находиться в сети 30 секунд. Да, давай на чём-то другого. Давайте считать, что мы обсуждали песню, как группу Эйнштунзен, Необаттон. Вот, собственно, с таким названием, вот, будем считать, что мы её просто обсуждали, а не конфликт. Следующая тема, у нас, конечно, накопилась за две недели. Ради вступления в ЕС Македония уступила Греции и добавила в название слово «северное». Но тут вмешалась Болгария, и она просит переименовать македонский язык теперь. Потому что болгары и македонцы – родственные народы, и относятся к... А в какой язык? А как он называться будет тогда? Сейчас я вот пытаюсь найти. Так. Серьез-то просто. У них что, болгарский язык назывался? Вы чё? Власти Болгарии считают, что и сейчас в соседней стране не отказались от антиболгарской идеологии времён социализма. Также требуют официально реабилитировать людей, которые после войны преследовали за их болгарскую идентичность, и также убрать надписи о болгарских фашистских оккупантов с памятников, посвящённых Второй мировой. Также Северная Македония должна отказаться от заявления о существовании в Болгарии македонского меньшинства. Потому что в Софии наставят о том, что это болгары. Ну, в общем, грубо говоря, вот знаете, как в России, что нет ни украинцев, ни белорусов, это всё-таки слегка русские с акцентом. Так и, я смотрю, в других странах тоже вот это начинается. Слушай, нет, не в этом дело. Просто за то, чтобы вступить в весьма эфемерную организацию, которая кроме, в общем-то, въезда-выезда ничего им не предложит толкового, на самом деле, никаких в Македонию вообще вливаний не будет финансовых. Потому что это бедная страна, люди туда ездят, там плохой сервис, там было достаточно влога застрявших иммигрантов, которые пытались перебраться в Западную Европу, но не дошли, там остались. Это очень проблемная страна. Но обратите внимание, что теперь каждый член Евросоюза, да, вот как бы по старшинству, по размеру и отжимает, заставляет их уже скоро, там, не знаю, встать на колени и признать, там, я не знаю, что их следующим заставят признать, там, не знаю, называться, там, бог знает как, и отказаться вообще от всего, что есть, есть, не то что уже от принципов, да, от каких-то базовых вещей. Я считаю, что это вообще не по-европейски, и сильные страны, сильные союзы так себя не ведут. Так ведут себя просто закомплексованные, слабые страны. И вот Болгария ведет себя как слабая страна. Евросоюз, который поощряет такое свинство со стороны Греции и Болгарии, когда выискают, выколупают какие-то старые обиды, да, вот какие-то вот эти вещи, которые в истории случались у всех стран. Давайте все это выколупаем, давайте тогда, не знаю, давайте все эти моменты исторические, которые были сотнями лет, случались войны, случались конфликты, давайте все это возродим и друг друга будем предъявлять, и таким образом за что-то, да, за вступление. Тоже Сербии предъявляли какие-то вещи, да, невероятные для того, чтобы в Евросоюз вступить. А в итоге они сдали всех своих, как бы, да, там, военных преступников. Албанцы, там, хорваты и другие в основном, в общем-то, на суд в Гаге никого не представили. В итоге, как бы, сербы оказались, в общем-то, виноватыми. А в Евросоюз их не приняли. Как, собственно, история с Белоруссией сейчас. Ребята, боритесь, колбасьте, давайте. Мы вам дадим бесплатные визы. Где это все? Собрали, сказали, введут санкции какие-то. Все это эфемерная болтовня. То есть я не знаю, сколько вообще страны, отдельные люди в Европе будут на эту всю туфту покупаться. Я не знаю просто. Когда вообще люди возьмутся за ум. И, как говорится, как помните, Остап Ибрагимович Бендер, когда он торговался про стулья. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. То есть в начале деньги, стулья потом. Вот это железный закон рынка, логики. Здесь получается ситуация. В начале стулья, потом деньги. И такой торг идет постоянно со странами из Восточной Европы. В итоге, как бы, ни денег, ни стульев не оказывается. Сидеть приходится голой задницей на земле. А отсюда идут всяческие болезни, заболевания. И потом постепенная смерть и распад. Поэтому надо на это обращать внимание. И понимать, что интересы здесь оставятся определенные и в пользу кого-то. Всех удовлетворить невозможно. Это не публичный дом, понимаете, на Дерибасовской. Тревожные новости приходят из мира стриминга. Я боюсь, как бы мы с тобой такими не стали. Ну, где-то с месяца или полтора месяца назад была новость. Ну, не новость, собственно, это во время стрима. Чувак избил одну из участниц. Ну, девочку, она там потом зубы встал. А вот буквально сегодняшняя новость. В Подмосковье участница стрима умерла во время трансляции. Блогер продолжал съемку, даже когда приехала полиция и скорая помощь. А чему умерла-то? Сейчас расскажу. Пожалуйста. Я не буду называть, что это за блогера. То еще будете искать, смотреть это все. Вели из частного дома в деревне Ивановка. Раменского района. Ой, давай я расскажу и дальше. Стример и его друг употребляли спиртное и издевались над женщиной. Издевались? Это кошмарно. Пока ничего необычного, собственно. Обычный стриминг. Да, только извини. Единственное, что... Зачем вместе было стриминг, да? Обычный колдуризм, насилие. Понимаешь, смотри, кто будет смотреть на двух мужиков, как мы с тобой, обсуждающие какие-то вещи, которые реально влияют на нашу жизнь. Лучше посмотреть, как какой-то малолетка избивает, издевается над другой женщиной. Собственно, я продолжу. В частности, блогер брызгал ей в лицо из перцового баллончика. Затем он выгнал ее на улицу без верхней одежды. Через несколько часов блогер решил впустить ее обратно, но она уже была без сознания. Вызвал свою помощь. Да, мы остановимся. Достаточно говна, извини, конечно. Короче, умерла гипотермия, очевидно. Понятно, да. Значит, во-первых, почему садист, преступник и подонок называется блогером? Понимаете, вот это слово блогер, если люди вообще будут употреблять в отношении таких людей, то, в общем-то, со временем слово блогер будет ассоциироваться вот с этим скотинизмом, которым занимается. Так оно и было, то есть, понимаешь, те времена, когда был ЖЖ, живой журнал, когда в интернет попадали люди с определенными все-таки умениями, потому что просто так, ну, надо было хоть что-то суметь. Они давно ушли. Сейчас максимальные дилетанты делают максимальную хрень просто в прямом эфире. И это смотрят другие дилетанты, у которых просто мозгов не хватает, а что-то интересное, ну, в нашем понимании посмотреть. Вот им интересно смотреть, как издеваются над женщиной. Все, это как прийти в зоопарк, не знаю, посмотреть, как обезьяна какашка. Да, блин, в зоопарк даже, наверное, прикольнее, потому что ты других животных увидишь разных, разнообразных. Ты понимаешь, животных очень жалко, мне вот лично очень жалко животных в зоопарке. Да, я тоже зоопарк не люблю. Но честно, да, я не очень люблю, но честно я пару раз там видел таких животных, которых, чтобы увидеть, я не знаю, до такой части Земли я, допустим, никогда не добрался. И не знаю, конечно, двоякое такое отношение к зоопаркам. Но, в принципе, конечно, в большей степени негативное. С другой стороны, конечно, тут увидеть, в переводе с венгерской кишпанда, маленькая панда, да, есть большая панда такая, толстая, веселая, ленивая, с синяками под глазами, как я, типа, да. А есть маленькая еще, да, маленькая панда, это такое какое-то животное, у них такая красная, какая-то темно-красная, какого-то цвета шкура, она такая маленькая, интересная, такое существо вообще настолько. Оно как-то вело себя интересно, я такого, честно, никогда не видел. И оно водится где-то в очень далеких краях. Помню, в Будапештском зоопарке я увидел и подумал, словил себя на мысли, как же это интересно, какой мир разнообразный, какие существа есть просто невероятные, да, которые можно вот благодаря, в общем-то, работе зоопарка ученых увидеть. Возвращаясь, кстати, конечно, к интернет-среде, это, конечно, уже даже не назовешь зоопарком, да. Это хуже намного, да. Кстати, у нас есть бесплатный скин для наших зрителей, вы можете взять фуфайку найти, у дедушек-бабушек шапку, и вот вам прекрасная одежда. Бесплатный скин от Альбертовича и Стефаныча, да, если уж там за интернет пошел разговор, мы всегда готовы представить еще много бесплатных различных. Я еще отмечу, что он ее домой впустил, точнее, уже занес, потому что она без сознания была только когда на стриме набрал 50 лайков, то есть вот сидел, ждал, ну... Ну, тут еще вопрос, конечно, тех людей, которые-то даже лайкали, или даже просто смотрели, да, на этот скотинизм. До этого все сказали, что ты тут брюзжишь, старый ты как бы негодяй Владислав, вот, и Стефанович, что ты там рассказываешь, какие-то телеги всякие и так далее. На самом деле это было и раньше, это было насилие, оно было. Были алкоголики, были люди, которые в сельской местности деградировали из-за собственной деградации совершали страшные поступки, но это не называлось стримингом, это не выносилось. Или, по крайней мере, люди понимали, что выносить на люди – это стыдно. Можно вспомнить прекрасный фильм «Загнанных лошадей пристреливают», это, собственно, про танцевальные марафоны в США 20-х годов, если мне не изменяет память, когда куча людей смотрели, как другие люди практически умирали на танцполе, то есть кто последний закончит танцевать, тот и победил, такая идея была. То есть это в природе людей, по-хорошему, но просто хочется, что если какой-то прогресс в человечестве идёт, то есть как-то чтобы что-то менялось, хотя бы отношение к подобному, то есть если мы Ефремова сажаем за убийство на машине в алкогольном состоянии, на сколько там ему дали лет, то что с этим человеком надо сделать? Он, конечно, не убил её собственноручно, но очевидно, что он её довёл до смерти, сделал всё. Он ничего не сделал, чтобы она выжила, скажем так. И он ещё это транслировал. А что делать с теми, кто на это смотрел, например? То есть как на это реагирует? Или это всё нормально? Ну, ты знаешь, то, что скатеризм и то, что садизм и фашизм не являются нормальным явлением, это понятно. Что делать? Тут есть органы власти, есть юриспруденция. В любом случае, так сказать, всё это расследоваться будет. Поживём, увидим. Давай следующую тему. Отойдём. Жителя Казани, пытавшегося включить Гитлера в бессмертный полк, приговорили к году условно. Житель Казани Мохаммед Эль Айюби, интересная, кстати, конкретно арабская, отправил фотографию Адольфа Гитлера для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Ну, кто, может, Стефаныч, ты не в курсе, вот «Бессмертный полк» — это вот фотографии своих родственников. Я знаю, в курсе. Так, в итоге суд приговорил 21-летнего Эль Айюби к одному году лишения свободы. За что? Его признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма и незаконном хранении наркотиков. Короче, чувак, очевидно, обкурился, решил, что это прикольная идея отправить фотографии Адольфа Гитлера. То есть я... Вот мне каждая эти новости, вот подобные, знаешь, там... Почему у людей есть время и желание заниматься вот этими судами? Вот почему нельзя было просто... Господи, отправил фотографию Адольфа Гитлера. Почему просто нельзя было проигнорировать вот этой хренью не заниматься? Почему надо вот так показательно на всю страну чувака приговорить годы условно вот из-за этого события? Это просто... Понимаешь, ты знаешь, вообще человек как существо, да, вот оттосится к Homo sapiens, да, но вообще, как говорят дарвинисты между нами говоря, предками были приматы. Вот приматам очень хорошо передается эмоциональное состояние других приматов. Ученые провели такой эксперимент, они демонстрировали на экране, на мониторе страдания обезьяны, и другая обезьяна, или, если хотите, примат, наблюдал за этим, и тоже через некоторое время стал невероятно страдать, переживать и так далее. Это чистый такой бихевиоризм, в общем-то, животный. Но, однако, люди ведут себя таким же образом, да. Прилюдное наказание одного, по идее, вызывает переживания других, и в идеале должно вызвать страх подобного поведения у каких-то масс людей, да, или у определенной категории людей. Скажу честно, вообще, это старый такой, кстати, средневековый метод, сжечь парочку ведьм или кому-то там удалить какие-то части тела прилюдно, причем сделать это болезненно, и другие бросят это делать. А на самом деле это не так. Это не так. Это старый классический метод. Бей своих, чтобы чужие боялись, или прилюдные сечи и доказания, чтобы, в общем-то, никому не было повадно. Но проблема в том, что вот прилюдное наказание, чтобы было неповадно, оно для очень многих вообще не означает то, что не надо так делать. Тут надо идти через сознание, через понимание, а не через, в общем-то, прилюдную порку. Вот здесь выбирается, когда прилюдная порка, это старый такой средневековый метод, самый малоэффективный. Необходимо заниматься образованием людей, необходимо развивать интеллект, в общем-то, знание людей и так далее. Наказали ли бы в другой стране за подобные акции? Да. И в Израиле, и в Германии наказали. Смотри, я согласен, что это такая средневековая штука, но это действительно, вот как бы страхом пытались искоренить то, что вот этот человек делает. В данном же случае, вот его действие, это просто, ну, то есть оно ни на что, господи, если все начнут присылать фотографии Гитлера, что произойдет? Ничего, это вообще не влияет ни на что. Это просто чувак обкурился и поржать у него. Подожди, вот я тебе еще, еще есть здесь очень важная часть вторая, патетическая, баянная. Обрати внимание, кто занимается приемом этой информации? Это чиновники, люди, либо люди, придерживающиеся идеологии власти, и те люди, которые занимаются этой власти лизоблюдством. А для этих людей всегда главным было вообще не убеждение, а умение глубоко, до самых галант, шершавым язычком лизнуть в задницу власти, то есть выслужиться. А вот отловить такого отмороженного какого-то парня, который занимается фигней, и прилюдно сказать, посмотрите, я ведь его словил, да? Давайте мне лычку лишнюю пришьем, повысим меня в должности, дадим премию и так далее. То есть здесь еще явно присутствует явное желание выслужиться. То, что есть в постсоветских странах, то, что есть в России, то, что есть в Белоруссии, за счет страданий других людей продвинуться по службе власти, либо получить, не знаю, одобрение окружающих, или еще что-то. Это та вещь, которая длительное время взращивалась и, в общем-то, развивалась у советских людей. Это советское, в общем-то, поведение. У Иваныча стоит самогонный аппарат. Позвоню-ка я ментам, пусть приедут, заберут самогонный аппарат, заодно меня похвалят в парткоме на партийном собрании, и в следующий раз Иваныч будет меня бояться. Будет мне самогон, когда следующий аппарат соберет после выплаты штрафа, потому что ничего Иваныча это не научит нам в самом деле. Иваныч будет гадить, но просто аппарат там замаскирует и просто еще самогона плеснет, так сказать, забесплатно, за просто так, кому кто стучал. В любой момент можно к нему валиться и, собственно, свою бутылку первача потребовать. То есть все это именно выглядит таким образом, да? Вот такое эпилептуальное, странное поведение. Следующая новость про странное поведение. Биржа, американская биржа Nasdaq предложила, чтобы 3249 компаний, акции которых котируются на ее основной бирже в США, обеспечили расовое, этническое и гендерное разнообразие в своих советах директоров. Nasdaq предложила, чтобы в советы директоров компании входили как минимум двое директоров, которые не являются белыми мужчинами. Также сказано, что один из членов совета должен быть женщиной, а второй должен идентифицировать себя как недостаточно представленное меньшинство или представитель ЛГБТК плюс сообщества. Недостаточно представленное меньшинство – это человек, который относит себя к одной или нескольким группам. Афроамериканцы, испаноязычные американцы, люди, имеющие азиатское, африканское, латиноамериканское происхождение, коренные американцы, коренные народы Аляски. В Nasdaq обосновали свое предложение результатами более 20 исследований, которые, согласно заявлению биржи, подтверждают связь между гендерным и этническим разнообразием в совете директоров и лучшими финансовыми показателями компании. Согласен полностью. Чем лучше, тем разнообразнее. Понимаешь, плевать совершенно на компетентность. Люди должны уметь приспосабливаться ко всему. Смотри, человек, который учится в колледже на какого-нибудь экономиста уже заранее должен задумываться о своей карьере. Он должен как минимум сменить ориентацию либо, по крайней мере, заявить об этом. Кстати, вот как вообще, вот мне интересно, в США, вот ты живешь, как там вообще проверяют ориентацию человека? Заглядывают в различные части тела? Проводят осмотр, так сказать, какой-то гинекологический или какой-то там другой? Тут принято верить на слово. Ты можешь сказать им что угодно. Знаешь, все. Иди устраиваться в банк, где у тебя ближайший Сбербанк Америки. Можешь спокойно приходить. Вот, говоришь, что ты... В общем-то, сразу можно в совет директоров проситься, мне так кажется. Сразу приходишь, говоришь... Не мелочи, согласен. Категорически согласен, Альперыч. Я себя идентифицирую как черную женщину-трансвестита. Прошу выделить мне место в совете директоров. Ну, слушай, черную... Слушай, у черной нет. Это больше шансов. Больше шансов. Слушай, ты знаешь, я бы сказал, что ты житель с севера. Черную как-то явно по цветам не подходит. Но я себя идентифицирую так. Я вот себя считаю вот так, понимаешь? Я могу еще... Я не знаю, я бы на твоем месте пошел по жителю с севера. Потому что смотри, у тебя какие-то глаза такие узковатые. Ты какого-то цвета непонятного, знаешь, то ли белого, то ли желтого. Сказать, что ты там чухча-мутант, что ты очень длинный, потому что длительное время, так сказать, из-за холода, из-за того, что на Аляске находятся там, не знаю, базы американских ядерных ракет, которые посещают инопланетяне, которые тебя в детстве выкрали, проводили с тобой генетические эксперименты, но ты не предал вообще американских военных секретов, поэтому ты вот вырос таким высоким. В душе ты, так сказать, трансвестит можешь оставить. Это подстраховка, если выкупят. И как бы, пожалуйста, только идти устраиваться на нормальную зарплату, то есть требовать еще по контракту, чтобы платили сколько там, штук 15-20 это стоит услуга, да, там, работы подобной, офисной. Поэтому и более того, кстати, я уверен, что ты с этим бы справился. Главное, да, главное много только там не красть, аккуратно переводить какие-нибудь офшоры, определенные суммы, через некоторое время просто уехать, чертовой матери, отдыхать. Мне еще тут нравится пояснение, что если компания не будет раскрывать информацию о своих директорах, о расовом представительстве, то ей потенциально будет грозить исключение из листинга NASDAQ. В официальном сообщении при этом сказано, что компании, не выполнившие требования, не станут убирать из листинга, но их представителям придется объяснять, почему правила не соблюдают. Мне это напоминает товарищеский суд в СССР. То есть будут собираться там банкиры, финансисты, такие все вместе, и сидеть несколько часов, обсудить, почему у вас в директорах нету геев и этих, индейцев. Что за дела? Давайте им вынесем предупреждение. Говорят, у меня уже есть предупреждение, у меня строгого с выговором нету. Давайте им строгий с выговором вынесем. Ну, ты знаешь, это вот эта вот игра, которую, ну, эти вопросы, проблемы, они решат где-то за 2-3 часа, на самом деле. То есть как бы появятся сразу и, так сказать, геи различные и так далее. За такие бабки, понимаешь, которые там платят, и за такую карьеру там люди назовутся кем хочешь, понимаешь, перекрасятся. Да, просто кто не в курсе, как это все решается, это будет создана фиктивная должность с названием директор в своем имени, и там будет сидеть черный гей, который будет ни за что получать зарплату. То есть понятно, что корпорациям выгоднее просто левую зарплату платить какому-то чуваку, просто это соблюдать и все. Это не приводит к реальному равенству никак. Ну, просто... Ну, Альбертович, вот была история. Это много лет назад было уже, слушайте, я не знаю, лет двина. Это не новая для США история, это продолжение старой истории. Когда, допустим, есть университеты, где учатся чернокожие в США в основном и только. И туда им ввели закон о расовом представительстве. Им сказали, что чтобы не считали ваш университет российским, необходимо, чтобы у вас было определенное количество белых. Но американские белые, естественно, туда не поступали. Они вообще боялись туда идти, просто учиться. Плюс образование, полученное в этих университетах, я не знаю, мне так сказали знающие люди, которые там... Потом я расскажу, как они там оказались. Вот, с наших стран Восточной Европы, кстати. Туда они не шли, потому что с таким образованием вообще тяжеловато устроиться, да, на работу, скажем. Это не совсем престижное образование, не Бергли, короче. Совсем не Бергли. Туда, ну, как бы надо завлечь, откуда этих людей взять белых, что там, перекрасить их, да, там, существующих черных. Тогда, естественно, есть что? Есть страны бывшего советского пространства. Люди там смелые, наглые, беспринципные, имея визу и возможность приглашения, они, конечно, с удовольствием там учились. Тем более там почти бесплатно, ну, короче, как-то удобно это было. Поэтому товарищи с Украины, Белоруссии, России туда взяли и, в общем-то, переехали. Кстати, они говорили, что к ним относились, чернокожие, совершенно себе хорошо. Кто-то пристал к каким-то девочкам нашим, ну, девочки их послали. У них просто привычка такое вот общение с женщиной. Все там нормально закончилось, они учились. И потом спрашивали, кстати, у этих чернокожих, говорят, а вот вы как относитесь, вы едающиеся? Говорят, а мы не воспринимаем совка этих людей как белых. Для нас белые – это там вот эти вас, да, white American protestant, да, этот. Белые в нашем представлении – это другие. Люди из Восточной Европы, они такие же, да, вообще такие же чернокожие, с такими же криминальными замашками, с такими же нехорошими привычками. И к ним, оттуда себе, не закончили эти университеты без проблем. Да, и эта квота оставалась. Кстати, это было очень выгодно, кстати, в США. Вот в этих университетах быстрее, чем во всяких престижных, где там надо деньги платить, там серьезнее требования, а тут вроде университетское образование. И потом они сделали некоторые весьма хорошие карьеры, кстати. Потому что чернокожему намного сложнее устроиться в США на работу, чем белому с университетским образованием, да, такого типа. Поэтому, в общем-то, это уже не вещь, не новая, и такое уже было. Это просто продолжение истории. Просто это перекинулось на бизнес, и это вот должно было произойти. Я всячески это приветствую, подобные вещи, конечно же. Ну, давай, наверное, закончим опять Беларусью ситуацию. Вот сейчас появилась новость, что Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил очередной отчет. Средний возраст раненого на акциях протеста в Беларуси – 31 год. В отчете говорится, что основным способом подавления мирных протестов граждан в сентябре-ноябре 2020 года стало применение силы для разгона и задержания протестующих с последующим привлечением либо к уголовной, либо к административной ответственности. В основном пострадавшие от насилия на мирных собраниях – молодые мужчины. Самые тяжелые травмы от спецсредств – резиновых пуль и светошумовых гранат. Пострадали по меньшей мере 1373 человека, 1316 мужчин и 57 женщин. Причем около 500 человек были избиты во время митингов, а каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья. В отчетах говорится, что арестованных и задержанных перевозят в другие места заключения на автозаках двух типов с отделением по размерам в один или полтора квадратных метра, так называемыми, стаканами, и без отделений с лавками по бокам. Подавляющее большинство опрошенных, говорится в отчете, заявляют, что в эти отделения плотно набивали людей, и им не хватало кислорода. Некоторые теряли сознание. Также в отчете идет речь, что не все задержанным предоставляли возможность позвонить родным. Это тоже является нарушением законодательства. Не всем травмированным своевременно оказывали медицинскую помощь. В отчете также подчеркивается, что в изоляторе на Кристина не предпринимались меры безопасности и санитарии в связи с COVID-19. Ну, в общем, тут большой отчет, в общем-то... Да, ты знаешь, вот этими отчетами самое интересное, что власть вообще, которую поддерживают, кстати, Россия, Китай, многие другие страны, вообще подтирают одно место. Второе, что это за комитет? Какой он имеет вообще юридическую силу? Кто его создал? Такие отчеты вообще пишут за гранды, да? То есть это не значит, там написано в отчете «Правда». Но этот отчет вообще не имеет никакой неюридической силы и вообще никакого значения. Это просто описание тех вещей, которые описаны в прессе. Можно открыть какой-нибудь сайт белорусский, составить такой отчет, ты можешь составить. Только тебе за этот отчет денег не заплатят. А той организации или тем людям, которые составляли, как они там называются очень красиво, по пыткам в Белоруссии и так далее, существуют международные организации, суды, которые имеют юрисдикцию определенную. Такие отчеты может составлять каждый гражданин в свободное время. Проблема в том, что сейчас очень много отчетов, но мало каких-то реальных действий, да, со стороны всех этих чудных организаций, правоохранительных, да, и так далее. Огромные деньги Запад направил на поддержку так называемых оппозиционеров, да, это очень большие суммы, очень серьезные. Они, наверное, собрали уже всех лузеров, которые были в прошлой оппозиции, которые годами ничего не смогли добиться. Подъехали люди, которые уже в прошлый раз, в общем-то, доказали свою бездарность полную, да. Там всяческий Милинкевич, я не знаю, посмотри, Санникова, не помню, там старые знакомые лица уже появились. Политологи, которые годами сидели в Беларуси, занимались оппозицией, ни дня не работали нигде. Ни в каких организациях. Сидели на грантиках, ничего не произвели в жизни. Пытались, писали какие-то там полубездарные статейки, какие-то в газетке иногда. Получали очень хорошие деньги. Теперь, как бы, очень хорошее время жатвы. Когда можно давать интервью, ездить на пресс-конференции, но время уходит. Время необходимое или возможных перемен уже прошло. Поэтому, как говорится, пишите отчеты, пишите письма, отправляйте в конвертах. Все. Здесь уже чем дальше, тем, в общем-то, люди, которые участвовали, они очень сильно пострадали физически, психологически, морально, финансово и так далее. А ребята, которые сидят в Варшаве и Вильнюсе, могут писать отчеты, могут правильно их научили оформлять гранты на получение денег. Им очень хорошо, очень уютно и прекрасно. Как вначале, помнишь, нам писал какой-то товарищ там, что как хорошо, что ваши предсказания не оправдываются. Они оправдываются полностью, от начала до конца. Они интеллектуальны, умны, но они просто настолько пролонгированы во времени, в будущее, что многие люди в силу ограниченности собственного сознания вообще не понимают то, о чем мы предсказываем, о чем говорим. Ну, это не ограниченность, это, знаете, хочется верить. Вот людям хочется верить. А им говоришь как бы реальность, вот как оно будет. Ну, просто это... Это мы не, знаешь, это мы не какие-то предсказатели, это мы просто знаем, как было, и поэтому мы знаем, что так и будет просто. Ну, Альбертич, ну, ничего нового. Вот ничего нового. Сколько таких отчетов составлялось за 25 лет? Да. Сколько этих отчетов было? Если ими постелить, то здесь, извините, будет целая какая-нибудь фабрика пищебумажная там работать, чтобы напечатать бумагу для этих отчетов. Сколько? Санкций тоже вводилось миллион раз, это все. Слушай, я знаю многих чиновников лично, их детей. Они никуда не ездят. Они ездят в Сочи. Максимально они ездят в Турцию. Все. В Египет иногда. Но в эти страны не вводили против них никаких санкций. Более того, они живут вообще совершенно в отличие от России, где там минимальная взятка несколько миллионов долларов. Здесь большинство чиновников взяток этих не берет. Они просто боятся, что человек, который рядом сидит за столом, его просто заложат. Ему выгоднее иметь сдачу какую-то двухэтажную, которую они сами сколотили. Курятник какой-нибудь. Немножко иногда что-то там получать какие-то подарки в сравнении вообще с коррупцией даже в Европе-то ничто. И никуда они не ездят. Эти санкции им по боку. Другое дело, есть бизнесмены, которые около администрации, которые прикормлены, которые работают благодаря крышеванию. Это отдельная история. Вот там уже крупные деньги. А вот эти ребята, ну слушайте, есть там, не знаю, полковники, подполковники милиции. Да, безусловно, они участвовали в очень нехороших вещах. Но у них нету домов в Швейцарии или дворцов во Франции. Это я вам гарантирую. И чинам из прокуратуры вообще ничего не принадлежит. Есть люди, у которых тут по две-три машины, рядом дом прокуратуры. У них нету. У них дача максимум, что есть. Ну, нам опять будут писать в комментариях, что, типа, хорошо эмигрировать и говорить, что там другим делать вот это вот все. Это, слушайте, пусть это уже слышали, это уже неинтересно. Давай на этом закончим. Здоровья вам, счастья. Надеюсь, эту программу не забанят, и вы ее увидите наконец. А то у меня народ спрашивает, говорит, куда программы деваются. Что-то вы их пишете, но они уходят в космос. Их забирают, видимо, инопланетяне. Они настолько хороши. Они их просматривают, удаляют с Ютьюба и на всю Вселенную запускают, чтобы люди смотрели. Гуманоиды. Гуманоиды. Ну, мы человеку гуманоиды. Я думаю, там и какие-нибудь силикоиды тоже, какая-нибудь форма жизни на основе серы, что-нибудь. В начале года они прилетят, после ковида уже никто ничему не удивится и скажет, Стефаныч, Альбертыч. Назначат нас диктаторами Земли, прикинь. Да, просто. И Луну еще в придачу дадут. Она нужна, но прикольно. Да, но прикольно. Просто по приколу. Луну возьмем. Все тогда. Бывайте здоровы, живите богато. Всем пока. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.